Библейский портал экзегет.ру представляет Считаем с вами 23 главу. Сыны Хетта отвечали Аврааму и сказали ему, «Послушай нас, Господин наш, ты, Князь Божий, посреди нас, в лучшем из наших погребальных мест похорони умершую твою. Никто из нас не откажет тебе в погребальном месте для погребения умершей твоей». Авраам встал и поклонился народу до земли той сыном Хеттовым и говорил Авраам и сказал, «Если вы согласны, чтобы я похоронил умершую мою, то послушайте меня, попросите за меня Ефрона, сына Цахорова, чтобы он отдал мне пещеру Махпелу, которая у него на конце поля его, чтобы за довольную цену отдал ее мне посреди вас в собственность для погребения». Ефром же сидел посреди сынов Хеттовых и отвечал Ефром Хитияин Авраам слух сынов Хетта, всех входящих во ворота города его, и сказал, «Нет, господин мой, послушай меня, я даю тебе поле и пещеру, которое на нем даю тебе перед очами сынов народа моего, дарю тебе ее, похорони умершую твою». Авраам поклонился перед народом всей земли и говорит Ефрону слух народа земли той и сказал, «Если послушаешь, я даю тебе за поле серебро, возьми у меня, и я похороню там умершую мою». Ефрон отвечал Аврааму и сказал, «Господин мой, послушай меня, земля стоит 400 сиклей серебра, для меня и для тебя, что это? Похорони умершую твою». Авраам послушал Ефрона, отвесил Авраам Ефрону серебро, сколько он убивил слух сынов Хеттовым, 400 сиклей серебра, какое уходит у купцов. «И стало поле Ефронова, которое примехпели против Мамри, поле и пещеры, которые на нем, все деревья, которые вокруг, и поле во всех пределах его, и вокруг владением Аврааму перед очами сынов Хетта, все входящих во врата города его». То есть такая интересная история, 23 глава, она коротко по своему содержанию, но мы видим, что жена Авраама Сара, прожив 127 лет, умирает, и Авраам заботится о том, оплакивая ее, заботится о том, где похоронить ту, которая, в общем, была его верной спутницей на протяжении всей жизни, помощницы и заступницы, прообразы все, которые можно только приложить к благонравной жене. То, как мы с вами читали и в книге «Экклезиаста», что мудрая жена, она как действительно светильник, и как жемчуг, а жена глупая, она как гниль в кости мужа, и кто найдет добрую жену, тот приобрел себе больше драгоценностей, нежели жемчуга. Вот Авраам нашел себе эту жену, она была ему равная по достоинству, которая всю жизнь его сопровождала. Делили они вместе и радости, и печали, и испытания, все было. И вот теперь Сара умирает, и Авраам проявляет эту заботу, где похоронить ее, ее единственную жену. И здесь он пришел, как сказано, отошел от Авраам, умерший своей, и говорит, я у вас пришелец и поселенец, дайте мне в собственность место для погребения между вами, чтобы мне умершую схоронить от глаз моих. И мы помним, как мы все прочитали, сыны Хетова говорят, возьми любое место, которое ты считаешь нужным, и похорони любящую твою жену твою. Но Авраам не хочет, как мы с вами видели, уже неоднократно ничего, попадать в какую-то зависимость от людей века сего. Мы помним, когда ему навстречу шел царь Содомский-Имгоморский, он ему говорил о том, что возьми у меня как некую контрибуцию, но Авраам сказал, которую он освободил, Авраам сказал, даже нитки не возьму у тебя, чтобы ты не сказал, что ты обогатил меня. И здесь он не хочет впадать в зависимость и говорит, что дайте мне землю. Они говорят, ты князь посреди нас. Мы видим, какое отношение к Аврааму, но мы видим, как и Авраам относится к этим людям, сказано, он поклонился им до земли. Это очень хороший такой пример, если можно так сказать, и извлечь урок для православного миссионера, как необходимо людям относиться к внешнему миру. Такое есть понимание и понятие, как миссионерская приветливость, если хотите. То есть Слово Божие будем помнить всегда, что оно полезно для научения, для обличения, для наставления и для дающего нам правила нашего поведения, к общению с людьми внешними. Поэтому мы здесь видим, они говорят, возьми, что хочешь, но Авраам не хочет, поклонился, уважительное отношение, и они его называют князем Божьим и господином посреди них. Но, несмотря на это, Авраам хочет эту землю купить. И когда он услышал цену, то он сразу за нее заплатил, и теперь это уже его собственность. Мы видим, что на протяжении всей жизни Авраам не имел своей собственности, не было у нее ничего своего. Только тогда, когда нужно было похоронить умершую, здесь он делает первое свое приобретение. Мы читали несколько, уже десятков лет жизни Авраамовой, Авраамова, и он делает свое первое приобретение, покупая землю для того, чтобы схоронить любимую свою жену. Вот как по этому поводу пишет Амур Семидиаланский цитата. «Со смертью Сары праотец делает первое начало своих приобретений. Божественное Писание во всем показывает добродетель этого праведника и то, что он вообще все время проводит как странник и пришелец. Заметил также обстоятельства, чтобы мы знали, что, пользуясь такой помощью свыше, сделавшись столь славным и получив обещанное столь многочисленного потомства, он не имел даже собственного места погребения. Не так, как ныне многие делают, заботясь о приобретении полей, сел, всякого другого богатства без меры. Он имел довольно богатство душевного, а в вещественном не проявлял никакой заботы. Да слышат это те, которые вдруг в одну минуту хотели бы все захватить в свои руки, которые на все простирают, так сказать, страсть своего коростолюбия. Пусть они лучше подражают праотцу, который даже не имел места для погребения смертных останков Сары. И только в этом случае, будучи побуждаемой крайней необходимостью, купил у сынов Хетовых поле и пещеру». Действительно, сегодня многие люди собрались, когда посмотришь, какие строятся особняки, и приобретаются поместья, такое впечатление, что люди собрались жить вечно на этой земле, устраиваются так, не помня совершенно о том, что жизнь наша здесь, она временна. Даже вот само слово «погост», то есть «кладбище», и то это слово, оно от русского слова «гостиница», «погост», то есть «погостим немного, воскреснем и войдем в жизнь вечную, обретя новые тела». Но здесь Авраам не хочет, как мы видели, иметь ничего общего. Он покупает эту землю, и в дальнейшем мы увидим, что он будет и погребен, когда придут его дни старости, как будет сказано, в «старости доброй» он приложится к народу своему и будет погребен именно там, в той земле, которую он купил для погребения. Это очень важная здесь тоже подсказка. Дело в том, что в дореволюционной России, до смутного времени и переворота 1917 года, кладбище были, подразделялись на разные, скажем так. Было, например, мусульманское кладбище, по вероисповеданию даже. Было литеранское, оно до сих пор есть в Москве, литеранское кладбище, было и православное кладбище. Но когда пришло это время смуты, то всех стали смешивать. Например, раньше и хоронить, где придется. Раньше, например, самоубийц не хоронили вместе на кладбищах православных, их хоронили отдельно. В Москве это территория Останкино, так называется Останки, где сегодня находится телевизионная башня. И вот именно там было место погребения самоубийц. А православные люди, они заботились о том, как и Авраам заботится, где похоронить жену свою, и хоронили на православных кладбищах. Это очень хорошая нам подсказка, что нам необходимо тоже иметь свое такое вот православное кладбище, чтобы люди, которые оставляют эту жизнь, и мы когда-то предстанем перед Господом, чтобы наши тела, которые причащались телу и крови Христовой, которые восприняли в себе благодать при святом крещении, они могли бы сохраняться в определенном месте и не смешиваться с людьми различных вероисповеданий, и тем более там самоубийц. Важная очень такая, на мой взгляд, подсказка здесь, что необходимо заботиться и о том, как будет совершено наше погребение, и где после этой жизни будет и покоиться наши тела до второго пришествия Господа и Спасителя, которому сказано, что все люди воскреснут, как об этом апостол Павел, если хотите, коль мы затронули эту тему, если хотите, можно, в общем-то, об этом прочитать, во втором послании фессалоникийцам, как апостол пишет, 4 глава, 14 стих, 13, «Не хочу оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие не имеющие надежды». Мы видим здесь, что сказано, что Авраам поскорбел какое-то время, но не надо впадать в скорбь и уныние, как прочие, советует нам же апостол Павел, не имеющие надежды, ибо мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с ним, ибо сие говорим вам словом Господнем, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и тербе Божией сойдет с неба, мертвые во Христе воскреснут прежде, потом и мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, встретим Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем, и так утешайте друг друга семи словами». Действительно, апостол Павел говорит о том, что люди, когда придет Христос, как мы с вами исповедуем в православном силе символе веры, и паки грядущего со славы, судите живыми и мертвыми, уже в царстве не будет конца, что когда Христос придет, то отверзутся гробы, воскреснет Авраам, воскреснет Исары, ветхозаветные праведники, и апостолы, и новозаветные праведники, и те, которые в Царстве Божьем, наши родственники. Мы встретимся с теми, которые находятся в Царстве Божьем, и верим, что это пророки и праведники, лучше будет так, правильнее сказать, и с родственниками своими, отверзутся гробы, потому как есть люди, которые Господь призвал уже в чудный свой свет, в Царстве Христово, и те люди, которые не умрут, их тела обновятся, то есть они не увидят в смерти первой, отделение души от тела. Здесь все это описывается в послании апостола Павла, но здесь же, в 23 главе, мы видим главную заботу Авраама, это правильное погребение, и лучше всего, как мы увидим и в дальнейшем, как Авраам будет заботиться о том, где будет он находиться, где будет его погребение, лучше всего позаботиться об этом заранее. Тем не менее, эта глава, если смотреть вот так в целом, она нас научает тому, никому ничем лучше не быть должниками, как сказано, кроме взаимной любви. Поэтому будем это помнить, братья и сестры, будем помнить и о том, и заботиться не только о том, как нам прожить эту жизнь, но и заботиться о том, где после жизни будут находиться наши умершие тела до второго пришествия Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok